В этом году, 2 марта, был официально объявлен Днём памяти павших в вооружённом конфликте за защиту целостности и независимости Республики Молдова во время войны на Днестре. По случаю 18-й годовщины со дня начала военных действий между Молдовой и Приднестровьем, в городе Басарабяска у мемориала жертвам конфликта состоялся митинг памяти. Здесь присутствовали представители местной публичной власти, работники комиссариата полиции Басарабяска, школьники, сами ветераны войны на Днестре, а также те, кто просто пришёл отдать дань памяти павшим воинам. Я очень сожалею о том, что современное общество не осознаёт, что многое достаётся ценой жизни невинных людей. Я бы хотел официально обратиться ко всем жителям Басарабяска района с просьбой хранить память о трагических событиях нашей страны. В память павшим во время Приднестровского конфликта была объявлена минута молчания. «Начиная с этого года, наконец, все ветераны войны на Днестре будут признаны, так же, как ветераны Второй мировой войны и ветераны войны в Афганистане. Я считаю, что это очень хороший шаг нашего центрального руководства». В честь ветеранов войны за независимость на митинге звучали стихи в исполнении самых маленьких участников памятного мероприятия. Сегодня в Басарабярском районе проживает 98 участников Приднестровского конфликта. Одним из них является Михаил Харти. О событиях войны на Днестре он вспоминает с болью в душе. «Со стороны наших противников стреляли. Один молодой парень из Качьеры родом 18 лет взял гранату и хотел бросить. И в этот момент он не успел вовремя дернуть шнур. И эта граната взорвалась. И он погиб на месте. В Качьерах мы каждый год почти едем на мемории этого парня, этих родителей, которые тогда же пришли на месте и увидели своего сына убитого». В этот день некоторые ветераны войны за независимость были награждены от Министерства обороны Республики Молдова поощрительными грамотами и медалями за службу Родине. Также 20 жителям Басарабярского района, воевавшим на Днестре, через отдел социального обеспечения будет выдана материальная помощь в размере 200 лей каждому. По завершению митинга присутствовавшие возложили цветы к подножью монумента. Все ветераны войны в Приднестровье были приглашены на поминальный обед, организованный при финансовой поддержке районных властей.